все что я знаю о себе это то что я отверженный моя прошлая жизнь как мне рассказали прошла в жадности и в предательстве я ничего не помню о ней но я наказан за что и почему не могу сказать моя прошлая жизнь как в тумане я оказался на этом удивительном острове в этом удивительном мире совершенно один я не знаю что здесь делать говорят что именно здесь я смогу оправдаться и снова вернуть свою честь и свою жизнь я ничего не знаю об этом таинственном мире и мне предстоит пройти долгий путь прежде чем я верну свою честь и свою память меня выбросило на берег я поднялся и глядел странное место в которое попал кто я такой кажется меня зовут о мире какое странное имя как будто бы чужое я попал на этот остров за какие-то грехи я не знаю не помню о них но так или иначе это то самое место где мне предстоит разобраться и с собой и с островом и с этим миром и совсем тем чего я не помню я совершенно растерянный и наглядываю этот берег в поисках хоть какой-то помощи и вдруг из ближайшего лес леса ко мне выходят двое прекрасных светящихся юношей от них словно исходит потрясающий свет и радуга они так светятся что мне кажется это какие-то боги но они подошли ко мне и ободряющие улыбнулись привет а мире мы готовы тебе помочь нас послали чтобы ты чувствовал себя не так одиноко и приступил к исполнению своей миссии какова моя миссия спросила первым делом мы не знаем мы можем догадываться мы просто помощники мы не боги казалось моих глазах отразился невольное восхищение так что они смехнулись и сказали мы не боги мы твои помощники нас зовут игорь и сцена мы сыновья знания меня не уверен что мы сможем во всем тебе помочь но по крайней мере какую-то помощь знанием и советом всегда окажем что мне делать спросил я я был рад что мое одиночество закончилось и на этом острове я буду не один и я буду не один из меня будут сопровождать такие замечательные светящиеся ребята я чувствовал что они будут давать мне энергию в сложных ситуациях особенно если я буду сосредоточен и посвящу свое время медитации куда куда мне двинуться но сначала оглянись посоветовали игорь сына а потом решим я огляделся прошелся по бережку и посмотрел куда занесла меня судьба слева я вскоре обнаружил очень подозрительную шахту что это за шахта спасения своих спутников о тебе можно сказать повезло здесь можно добывать кристаллы и мы слышали что кто-то на острове очень жаждет этих кристаллов и готов за них отдать хорошие и готов за них дать очень хорошие вещи день точно не знаю что сказал игорь я бы посоветовал по добывать немножко этих кристаллов чтобы они были мало ли что будет в будущем друг мы встретим этого человека который по ним без ума и вы меняем что-то ценное пока я не знаю как использовать эти кристаллы именно для тебя но может быть стоит взять хорошо я подумаю над этим вопросом и я пошел в другую сторону и вскоре наткнулся на гостиницу там светились окна там слышен слышны были голоса и мне было немножко боязно входить поэтому я снова спросил у своих спутников стоит ли мне зайти и что там можно делать сена сказал похоже что тебе лучше зайти и разобраться самому что я могу тебе посоветовать мы люди знаний а на острове не так уж безопасно тебе повезло оказаться в таких местах где вроде бы ничем ничем тебе страшным не грозит но это только начало поэтому что эти могу посоветовать мой брат говорит запастись кристаллами я же тех скажу прогуляйся еще немножко по острову потом вернись гостиницу и попробуй нанять кого-то еще из спутников ты можешь обрести друзей от в этой гостинице либо нанять наемников либо что-то еще но я бы советовал тебе привести гораздо большую компанию чем только нас двоих потому что остров небезопасен я подумал над советами своих в новоявленных друзей и решил последовать совету сены и чуть-чуть прогуляться и так я двинулся вперед но не сильно далеко чтобы не отдаляться от гостиницы когда я двинулся чуть-чуть глубь острова я увидел форт и даже не стал спрашивать своих спутников стоит ли мне туда заглянуть в принципе форте можно было раздобыть потренироваться и стать сильнее это было бы хорошо для следующих испытаний я так думаю но мне понравился первый совет сцены и я решил вернуться чтобы посетить гостиницу так нет но перед тем как посетить гостиницу я решил немножко подкачаться чтобы вспомнить какие-то силовые приемы на случай если понадобится сила после этого сделав десяток упражнений под вечер я завалился в гостиницу чтобы познакомиться с новыми людьми и посетив гостиницу я посмотрел кто там водится в первый кто мне встретился это был некий вим я поговорил с ним не так долго но сразу же он мне понравился я решил не ждать других посетителей гостиницы и подружиться именно с вимом говорят у него было не очень необычное свойство чем больше с ним дружишь тем больше силы ты обретаешь и это мне казалось хорошим это был это был хороший компаньон мне не помешает не только знания которые мне обещали игорь и сена но и сила тоже итак я подружился с вимом и он присоединился к нашей команде у себя в кошельке я обнаружил довольно большую сумму денег и даже мне так понравилось гостиницы что я даже подумывал прикупить в ней долю владения но потом передумал не надо тратить все свои силы и деньги сразу же на первом же попавшимся понравившемся месте я решил закончить день в гостинице и проведя вечер с новыми друзьями переночевал чтобы подготовиться к новому дню утро наступило раньше чем я думал мне еще было пока боязно потому что все еще был совершенно незнакомым непонятном месте но было уже легче на душе так как у меня появилось целых три замечательных спутника великолепные светящиеся братья и очень внушающие доверие и многообещающий вим я как обычно спасил своих спутников чем займемся сегодня а игорь опять настаивал на то чтобы посещать шахту с кристаллами которая была неподалеку но два других спутника сказали давайте двигаться вглубь острова чтобы посмотреть что там происходит и я решил последовать этому совету мне было уже не так боязно у меня был силовой компаньон который в случае чего мог защитить я пошел вперед 2 внезапно странные темные знаки окружили нас вроде бы это был обычный лес но все вокруг казалось источало тьму совсем рядышком оказались руины с древнего храма но не это пугало пугало какая-то темнота и чернота которая окружала буквально каждый лепесточек вокруг что что здесь за место что за странное место здесь я спрашивал спрашивал вновь и вновь моих спутников но они отмалчивались и отводили глаза они что-то знали но я даже не мог предположить в конце концов вим сказал но не обращай внимание может быть стоит зайти в храм но мне совершенно не тянуло в в эти развалины я решил что лучше еще раз сходить в тренировочный зал и подкачать силы так 2 набравшись сил я решил пообщаться с своими первыми спутниками с игорем и с сэнной мы долго беседовали и я узнал очень много нового и интересного за этими разговорами и прошел день странная темнота которая буквально сочилась из листвы деревьев так и не не пропало и это меня беспокоило но разговор друзьями дал сил и мы спокойно заночевали прям прямо рядышком с фортом где где упражнение и физическая нагрузка развеяла подозрения и страхи так прошел мой второй день на острове мой третий день на острове тема которая царила в центре острова меня очень беспокоило и я не знал и я не понимал как понять откуда она и пока это беспокойство не будет устранено я не готов продолжать путешествие спокойно нужно либо отходить от центра либо попробовать разобраться и горе с ценного отмалчивались они что-то знали и единственный совет которые не дали попробуй нанять кого-то из клана мудрости может быть они нам что-то подскажут я слышу мы слышали что здесь где-то недалеко живет сама сестра это это великая великая сказительница которая знает все истории острова которая держит которая хранит все легенды вот если кто-то и знает что-то про эту темноту то только она услышав эту историю от игоря сцены я загорелся познакомиться с сестрой и может быть если повезет пригласить ее в собственно свою команду я настолько вдохновился этой историей что решил вернуться назад гостиницу в надежде надежде встретить ее там и о чудо мне повезло прямо в гостинице я увидел сестру для мудрости тех советов и той мудрости которую мне помогли накопить игорь сенна хватило чтобы чувствовать себя почти наравне сбив беседе с мудрой сестрой и она к радости к нашей великой радости согласилась присоединиться к нам так так она присоединилась к нам и больше всего в жизни мы с ней поговорили и оказалось что больше всего в жизни она любит библиотеки как ни странно на острове были заброшены библиотеки которые она разыскивала и собирала всю оставшуюся мудрость этих библиотек себе в книжку выписывала самые ключевые моменты она действительно знал очень много об острове и я начал расспрашивать ее о той темноте которая царила в центре острова на на пока говорила только какими-то притчами и не говорила не давала полной информации на я был уверен что она знает по-настоящему знает всю суть и рано или поздно расскажет мне о ней я решил что мне нужно найти библиотеку и новую библиотеку и показать ее сестре и тогда насмягчится и расскажет мне о то что я хочу знать так мы с ней долго беседовали и я получил достаточно много знаний настолько много что обрел просветление кроме это мне так показалось что я перешел на уровень на новый уровень знаний так активация активацию деле день показался мне очень успешным я очень обрадовался этой встречи и теперь с тремя с печателями компаньонами я чувствовал себя гораздо более уверенно чем в первые дни на острове мы снова за ночевали в этой гостинице и теперь и я даже не пожалел своих денег и своего влияния чтобы все-таки купить эту гостиницу и приобрести ее для себя пусть будет начался четвертый день на острове я по-прежнему тусовался около своей гостиницы со своими друзьями и мне даже не хотелось оттуда уходить но нужно было нужно было в центр острова очень не хотелось там какая-то какой-то темнота и мрак поэтому я решил просто еще погулять прогуляться по прогуляться по побережью и это путешествие дало очень необычный эффект я нашел колодец таинственный колодец желаний так его называли 1 2 3 говорят если в него заглянуть то можно получить то что ты хочешь и разумеется мне было интересно туда заглянуть хотя я проходил рядышком с опять же с этими руинами храма и сестра сказала что желательно туда иногда заглядывать потому что можно получить очень очень хороший опыт и блуждая по этим развалинам но у меня было было а был один свиток из этого храма оказывается самом начале вместе с теми деньгами начальными на которые я купил гостиницу я заглянул в этот свиток и оказалось что у меня было задание от неких высших сил в которые звучали очень примитивно и очень странно и очень неинтересно мне нужно было просто купить форт который кстати я видел вместо этого я купил гостиницу может быть и зря но с другой стороны я только с друзей встретил этой гостинице с этой с этим заданием справимся когда-нибудь в другое время более того более сложной рукописи которые мне с трудом удалось разобрать было еще одно задание оказывается на острове ходили были и другие искатели и если мне удастся быть самым мужественным среди них в конце истории я тоже получу большую награду мне не очень вдохновили эти свитки поэтому я не пошел в руины храма что получать еще одни и мне хватило пока и этого вместо этого я заглянул я заглянул в колодец желаний и там обнаружил мудрость мудрость это то что мне не хватало я не знал зачем но точно пригодится мне очень понравился этот колодец желаний мне так захотелось его приобрести и и бросить туда монетку чтобы он принадлежал мне это было непрактично тем более что я только что узнал что моя миссия это купить форт но бог с ним с этим фортом фортом я еще когда нибудь не к нему вернусь а вот колодец желаний это настолько увлекательно и настолько красивое место мне так понравилось здесь находиться что я решил его себе приобрести огородил оградкой и сказал что это моё раз теперь все кто по и придут в колодец они должны будут заплатить мне монетку чтобы воспользоваться им так и напившись из этого озера я решил пообщаться так я решил пообщаться я решил пообщаться с сестрой чтобы выведать у нее тайну острова получил много знаний но так и не обрел то что хотел при этом я настолько хорошо пообщался что смог что смог это знание превратить в мудрость и я чувствовал что вообще не сестра я становлюсь все мудрее и мудрее в новом дне мне захотелось просто попутешествовать я не хотел уже не лазать в кристаллическую шахту так я не понял зачем этим эти кристаллы тем более что я не знал где находится мастер который их выкупает я просто хотел путешествовать и познавать остров поэтому пошел по побережью постарательно избегая центра где мне было просто страшно два двинулись и открыл две новых локации для новых места на острове это была библиотека и еще одна гостиница я был очень в восторге от этого хода потому что я нашел библиотеку которую хотел показать нашей сестре я надеялся что после того как я приведу в заброшенную библиотеку которой она не знала она расщедрится и расскажет мне про про историю острова и зачем мы здесь находимся мне не хватало знаний но мне не хватало влияния чтобы поговорить с сестрой так чтобы она по меня послушала похоже она поменяла обо мне впечатление на худшее и сейчас не горело желанием общаться со мной я решил не сразу вести ее в обнаруженную библиотеку а пришел отдохнуть чтобы немножко решил отдохнуть и помолчать чтобы увеличить свою силу влияния и может быть это позволит мне потом как-то пообщаться с сестрой получше то есть я использую вот это дальше чтобы активировать после этого я все-таки пытался так или иначе найти общий язык сестрой и и набрал очередную порцию знаний возможно что в новой гостинице я я познакомлюсь еще с одним спутником который все-таки даст мне возможность раскрыть тайну острова так пока все на плохо у меня слишком большая группа поем по друзей я не успевал уделять внимание всем и из-за этого начал беспокоиться мне нужно больше энергии убеждения я немножко устал от того что мучаюсь над этой загадкой что за мрак в центре острова и почему никто мне о нем ничего не говорит я решил познакомиться в новой таверне познакомиться еще с одним каким-нибудь мудрецом так как у меня достаточно знаний чтобы привлечь кого-то еще и возможно что мои два умных спутника при ревнует и все-таки расскажут мне что-нибудь наконец-то попробуем посмотрим итак я решил двинуться и но не сильно отходить от новой таверны раз-два оглядевшись по сторонам я увидел что там была еще одна гостиница можно зайти или в ту или в другую и таинственная пещера который от которой таким мраком и ужасом пахнула что я сразу же отбежал от нее подальше так хорошо двинулись я дальше кого мы можем активировать активировать может быть рвануть прямо в пещеру меня только одна один влияние я решил активировать себя чтобы вдохновить себя перед дальнейшими путешествиями получил вдохновение дальше я зашел в ближайшую таверну и нанял еще одного и решил познакомиться с еще одним мудрецом первое кто попался мне на глаза в таверне оказалась некая йохна она показывала как классные фокусы и с одной стороны меня привлекла это блондиночка в капюшоне с таинственной улыбкой она была красот она была неописуемой красоты мне очень захотелось присоединить ее к своей группе так о она была настолько волшебно что я не не стал ждать никого другого а сразу же пригласил ее к своей компании чуть-чуть должен отвлечься от истории у него свойства просто потрясная она может конвер конвертировать убеждения в мудрости мудрость обратно или обратно а у нас мудрости как раз есть лишняя мы можем ее превратить в убеждение это просто круто и так я пригласил йохну к своей команде и мы познакомились поближе она была просто прекрасна она умела ты выполнять такие фокусы и так была умела и талантлива что я совершенно был покорен ею похоже что йохну пришла очарованный йохной я забыл о тайнах острова и даже не спросил ее об этом вместо этого просто потратил свою мудрость чтобы быть более убедительным в общении с ней фух мне понравился как закончился день особенно новая спутница в таверну сразу же как только я за я познакомился с фахной пришел некий белок и я был рад что все-таки выбрал блондиночку так ура новый день с такой количество таким количеством друзей особенно с вохной с которой мы подружились очень хорошо мне казалось что я уже не в таком уж и плохом положении конечно оставались загадки с центром острова но я думаю что мы его их разрешим а для этого нужно идти снова в центр и знаете знаете что друзья мои я бы хотел не только друзей но я хотел бы еще какую-то красивую волшебную вещь вы знаете где можно достать волшебную вещь на этом острове да вы не говорите о тайне острова в центре но по крайней мере поэтому вы можете мне рассказать о игорь и сына и сестра и йохна на перебой начали рассказывать да тут недалеко есть потрясающая башня где можно раздобыть совершенно удивительные украшения их не так уж и сложно достать но нужно пройти к центру острова ничего с такой командой мне ничего не страшно и я пошел к центру острова раз-два и снова темнота сочащаяся буквально из каждого листочка из каждого дерева накрыла меня стало немножко страшно и я оглянулся на своих спутников что здесь за место что это за ужасное место я не хочу находиться в центре острова но мы почти пришли сказали игорь и сына и показали на прекрасную башню аркан где есть где можно было куда можно было зайти но для того чтобы туда зайти мне нужно было мне нужно было обрести дар предвидения для приобретения дара предвидения нужны были знания которые могла дать которые могла дать и сестра и игорь и все что кто угодно так так у нас проблему нас нет влияния у меня так было много спутников что я опять начал испытывать дефицит влияния я не стал никого просите своих спутников чтобы они помогли мне этому была моя чистая моя миссия и я я тайком забрал у сестры книжечку и почитал ее и набрался новое знание мне удалось превратить две силы и два знания в два предвидения и благодаря этому предвидению я смог взять реликвию в в древней башне мне настолько понравилась эта башня что я решил ее также захватить и так зайдя в удивительную светящуюся башню я посмотрел что там было в начале меня встретил некий кристалл сестра рассказала про этот артефакт интересную историю оказывается когда-то могущественный маг создал несколько кристаллов имея которые в кармане вы можете перемещаться в любую любую часть острова мне понравилась эта история мне понравилась эта возможность ей принципе такой кристалл в кармане иметь очень даже неплохо но мне хотелось чего-то большего поэтому я пошел в глубь этой башни и увидел скипетр голубого огня и и когда его разглядывал то в башне раздался громовой голос немедленно уходите отсюда или я вас уничтожу и мне пришлось довольствоваться этой этим скипетром и уносить ноги мы выскочили из башни и остановились неподалеку и я посмотрел внимательнее на свою добычу когда я немножко изучил свойства скипетра благодаря помощи своих мудрых спутников я разобрался как он работает оказалось что очень даже неплохая вещичка в любой момент когда я хотел я мог любое свое знание превратить в предвидение этот скипетр позволял сквозь свое пламя видеть будущее и это было очень крутым артефактом я был доволен приобретением и и у меня в душе появляется появилась гордость за его добычу так ух неплохо так визит активация очередной день закончился замечательно да меня пугали страхи связаны с центром острова но я готов я был близок к его разгадке потому что я чувствовал что сестра вот-вот должна была рассказать мне о тайне острова мне было не по себе в центре острова я снова говорил с сестра и она сказала да я знаю о тайне острова но я расскажу его только тогда когда ты увидишь ты познакомишься со всем островом узнаешь все его места только тогда эти расскажу о тайне нашего острова не проблема сказал я и рванулся к тому побережью где я еще не был и последним последним местом с которыми я познакомился на таинственном острове оказалось священное место которое очень сильно вдохновляло даже просто рядыш находиться рядом мне нравилось я мог заглянуть в это место чтобы получить как можно чтобы получить целую массу вдохновений я решил подумать может быть стоит купить еще может быть снова стоит зайти в башню аркана чтобы получить еще одну реликвию мне так понравилось владеть этими реликвиями я сейчас мог мог активировать скипетр голубого огня и а у меня у меня знаний нету у меня совершенно закончились знания все позабыл в долгом марше до как края берега и я решил все-таки пообщаться и на мне вообще ничего нету я решил никуда не заходить а просто отдохнуть и набраться сил и влияние дальше и вот сейчас так повлияли и активирует активировать собственную внутреннюю силу чтобы получить знания я пришел к снова к сестре и сказал но как я выполнил твое задание я узнал все места острова расскажи мне о тайне что там за тьма внутри чтобы острова что там за таинственная сила которая хранит центр острова сестра подумала и решила что я готов и она мне рассказала тайну острова на котором я оказался когда-то это был прекрасный прекрасный остров на котором все жили в гармонии и счастье и там островом владел дух его дух который выглядел как как голем как страшный голем но и но этот голем только внешне был страшен на самом деле он был очень расположен ко всем жителям своего острова и давал им а то что им не хватало говорят что если бы если бы он вернулся то каждый житель острова мог обратиться к нему и получить то что ему не хватает тому кому не хватало знанием получал знания кому не хватало мудрости получала мудрость кому не хватало силы мог получить силу но этого прекрасного духа которого звали которого звали странным именем тук-тук давно никто не видел до его искали но не находили и только сестра знала в чем дело оказывается давние давние времена могущественный дух злой дух по имени по имени ронак заточил тук-тука в дальней дальней пещере в самом центре острова он захватил его и не выпускал и сам владел островом именно от этого ронака темнота распространялась из центра острова и навевала такие тяжелые вещи и создавала вот эту страшную темноту которая поглощала тех кто оказывался рядышком с центра рядом с той пещеры где томился тук-тук так может быть есть смысл освободить этого хорошего духа и победить ронака возможно это и есть твоя цель сказала сестра а возможно что и нет никто не знает в душе я был убежден что именно ради этого я оказался на острове я должен был победить этого ронака да мне было страшно но любая тьма она расступается перед светом если ты окружен друзьями и сильными реликвиями я понял это превратив с помощью заглянув с помощью скипетра голубого огня в будущее и превратив тем самым знания в предвидение я увидел свое будущее и понял что я на этом острове только ради победы над злым ронаком я здесь чтобы освободить древнего тук-тука который снова должен вернуть благополучие на этот остров как только я я сделаю это наверняка я обрету и свое прошлое я вспомню кто я и зачем я мне можно стало намного легче после того как я понял миссию своей жизни и теперь осталось только воплотить ее что нужно чтобы победить ронака спросил я у сестры она пожала плечами и сказала я только хранительница спроси вима или игоря или йохну может быть они знают что нужно над победой я обращался каждому и вим рассказал мне что ронака победить не так то просто во первых нужно очистить леса от его влияния ты уже был в двух местах вокруг вокруг пещеры и нужно очистить еще четыре леса которые окружают ронака и тогда он проснется но как только он проснется никому не будет пощады всех путешественников острова он начнет обжигать своим пламенем и вы должны будете победить то есть не только я буду участвовать в битве да это странно но никто бы не разбудил ронака все остальные будут тоже участвовать в этой битве и никто не избежит либо злой участи либо победы разумеется мы победим сказал я возможно победим а возможно и нет имея ввиду что мы конечно не оставим тебя и мы будем сражаться вместе с тобой но мало кто из нас переживет эту битву ты готов к такой жертве и возможно что ты сам тоже погибнешь я задумался и решил что пока мне очень тяжело решиться на эту битву возможно возможно сказал я а стоит под копить каких-то реликвий и черт характера которые позволят мне победить не жертвуя вами да возможно сказал сестра да возможно сказала в окна возможно вздохнули игорь и сцена а возможно и нет едва слышно сказала сестра и мне было жаль что я услышал эти слова цель моя промежуточная цель моей жизни была ясна чтобы очиститься и чтобы понять свое прошлое я должен был победить ронака сейчас моя мой путь был в центр острова чтобы как можно быстрее разбудить этого древнего змея не по пути пожелаю по возможности я должен был приобрести еще каких-то новых качеств чтобы чтобы мои спутники во время битвы не пострадали и у меня есть хорошая идея для этого во первых не нужно больше потенциальной энергии превратить в реальную а для этого нужен монастырь блин дам до монастыря далековато но в любом случае мы туда дойдем поэтому в начале мы сходим а можем мы еще один какой-то вели одну какую-то реликвию получить очень не можем то у нас же есть скипетр неактивированный да мы двигаемся move 1 2 дальше с помощью скипетра превращаем а у нас знания нету но сначала мы обретаем знания с помощью своего свойства опять читаем книжки сестры а потом активируем свой скипетр и превращаем знания в предвидение после чего активацию сделали после чего посещаем еще раз башню аркана и смотрим что там есть нам снова предложили 2 вернули нам снова предложили этот переместитель в принципе он то есть точно сейчас уже не нужен нужен был на прошлом ходу чтобы я здесь оказался сейчас уже не нужен мы идем дальше углубляемся в башню и нам дают защита дредов и чудес такое нам дали светящийся щит и мы активировали его и что он нам дает казалось это очень замечательный подарок для будущей битвы с ронаком все-таки можно было дать этот щит кому-то из компаньонов и уберечь его от смерти а можно было защититься самому так или иначе мне нравилось новая реликвия пока я не знал как пользоваться этой реликвии и оставил ее до лучших времен когда у меня будет больше знаний чтобы разобраться с его с ее с использованием этого щита пока мне он был не нужен я мог вручить этот любому компаньону и он дал бы мне знания например я мог его вручить игорю или сестры и получить два знания мы обрели а новую реликвию и пол и 1 2 3 4 5 срочно нужно будить срочно нужно будить ронака что мы будем делать потенциальная энергия так движение в этот день я имел долгую беседу со своей спутницей в окна и она сказала что не факт что цель своей жизни это победа над ронаком возможно что ты должен что-то исправить себе и битва с монстрами не всегда цель жизни возможно что более глубокие вещи привели тебя на этот остров подумай над это над этим у меня такая суетная жизнь я постоянно путешествую по этому острову встречаюсь каким-то вещами не нет времени подумать я знаю одно место сказала в окна где у тебя будет время но про него тебе лучше расскажет игорь или сэн на я подошел к игорю сцены и спросил и спросил их в окна рассказывала про таинственное место на острове где я могу обрести знание и высвободить свою энергию да мы знаем такое место мы проведем тебя пойдем и как раз по пути мы очистим еще одну один лес от влияния ронак и это приблизит его побуждение если ты этого конечно хочешь да хочу я все-таки думаю что моя цель это разбудить ронака и так движение мов раз-два я перешел к новому месту и увидел 2 старинный монастырь он был окружен тем самым оскверненным лесом и я увидел влияние ронака здесь тем не менее меня проводила и горе сцены к этому месту и я мне нечего нечем нечем влиять черт мясо 7 нет кубов и те тех жалко я поговорил с игорем и сцены и они дали мне два знания не дали мне два знания и я не пожалел мудрость и вдохновение чтобы превратить их в знание после этого запаса запасась новыми знаниями я оказался в монастыре и превратил монастырь два знания в монастыре я провел несколько дней и увидел что моя энергия и увидел что у меня огромное количество скрытой энергии которую я до этого не использовал и благодаря игорю сцены они подсказали как высвободить ее еще больше после нескольких дней в монастыре и медитации я почувствовал свою силу и влияние моё усилилась так активат визит все круто 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 так очков ничего нет нигде не собрал нет новый день на острове отдавал какой-то тревожностью казалось что скоро наступит конец света и я не знал что с этим делать мне очень хотелось достичь какой-то цели если не разбудить рона которого к по крайней мере оправдаться перед своим прошлым и узнать кто и такой игорь и сына сестра йох на этот это мои спутники которые сопровождали меня весь путь на острове и они все в один голос говорили если ты пробудешь свою всю внутреннюю энергию ты увидишь мир так таким какой он есть и это важнее чем победа над монстрами попробуй пожалуйста сделать это если ты это сможешь ты достигнешь какой-то цели и возможно что поймешь что то более важно чем просто победа над каким-то там монстром который живет в центре какого-то острова попробуй сначала познать себя я внял их моих мыслям и принял это близко к сердцу и решил попробовать для этого я двинулся двинулся я подошел к соседний лес и очистил еще один лес лес от темноты ронака мне осталось всего два леса чтобы он проснулся но сейчас меня интересовало гораздо больше другое меня интересовал мой внутренний мир я не стал отходить далеко от от монастыря чтобы снова провести в нем несколько дней и познать самого себя с помощью игоря с и сены я получил 2 2 таинственные рукописи с древними знаниями и потратил их в монастыре чтобы познать самого себя плюс благодаря знанию игоря с и сены я высвободил всю потенциальную энергию которая у меня была и в этот же момент у меня в голове что-то как будто бы взорвалось я увидел мир совсем в другом цвете я увидел себя таким каков я есть оказывается я вовсе не падшее существо оказывается я знаменитый воин который всего лишь совершил в жизни одну ошибку за которую сейчас пришлось расплачивается но я полностью искупил ее ища мудрость на этом острове я полностью осознал себя обретя новых друзей и я увидел мир так таким как он является я ведь я вспомнил свое прошлое я искупил все свои грехи теперь я вернул свое имя и обрел свое будущее есть и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова